Четвёртое. По закону написано так, равный доступ. Что здесь подразумевается? Чтобы попасть в систему, в систему государственной службы, здесь имеется в виду равный доступ к государственной службе, выстраиваются определённые цензы, так называемые. Цензы – это то, чему должен соответствовать человек для того, чтобы проникнуть в эту систему. Должны ли быть эти цензы равные для всех? Нет. Да и нет, и значит у нас тут же хоп, антиномия. Итак, первое у нас равное, а второе? Лучше не использовать слово «не». Тогда я, да, выведу ещё один термин. Сегрегация. Сегрегация. Ну, сегрегировать – это значит разделять. То есть, с одной стороны, для допуска сюда и могут все. Но с другой стороны, вот эти цензы, доступы, они сегрегируют на некоторые виды должностей. Для всех. Чтобы попасть в государственную службу, там людей, всех людей делят на какие-то части. Иногда в законе, это написано иногда вне закона, ну, например. Это то я хочу вашу… Иногда есть у российских юристов такое убеждение, что кроме закона ничего нет. Ну, кроме закона ничего не работает. Право больше, чем закон по объёму. Например, чтобы стать судьёй, у вас не должен быть папа-адвокат. Если у вас папа-адвокат, судью вас не примут в раустах. Где это написано? Нигде это не написано. Но ни одного нет судью, у которого папа-адвокат. Потому что есть такой обычай. Они, когда проверяют документы, если видят, что у них там родственники в адвокатуре или там в прокуратуру. Адвокатуре я точно не знаю, но адвокатуре я точно не знаю. Я знаю это. Обычай очень трудно выявить. Это надо общаться с людьми. Вы никогда сюда не пропустите. Сегрегация. У кого родственники адвокаты, у кого родственники не адвокаты. И это надо понимать. Что с одной стороны равны, а с другой стороны сегрегация есть. Для допуска в государственную службу. Если закон пишет, что принцип равный доступ гражданам в государственную службу, значит какая проблема, скорее всего в социуме в нашем. Неравная. Значит у нас проблема в нашем социуме. У нас есть сегрегация очень сильная. И чтобы попасть в государственную службу надо, чтобы у вас был... Вы должны быть или... Папа, папа нет. Сегрегация, сегрегация. Знаете, такая очень... У меня рука не очень, но... А вот тут вот. Опа. И затянули. Ну, сегрегация, сегрегация. Это все на основании. Сирота не может быть и госслужащей. Может, конечно, эксперимент привести. Какая сирота стала госслужащей. Вы знаете такой случай? Ну, я, правда, не разбирался в родственных сияниях наших депутатов. Ну, я думаю так, что сирота, сирота, у которой нет хороших друзей, не может быть... Ну, наш предыдущий бюджернадор, откуда родом и откуда выходец? Он сирота? Судебный пристав тоже госслужащий, любой может стать. Нет. Я знаю депутатов, которые многие тут знают. Значит, там разница. А там, значит, проблем нет. Я не говорю, что везде. Может, если есть какая-то служба, где тут проблем нет, а, например, наоборот, есть здесь. Я говорю, что это то и то работает. Они это поняли. Это в самом принципе. Хорошо. Спасибо за это. Продолжение следует...